Проект «Территория женского счастья» дополнится новыми программами. Одна из них – развитие цифровых навыков для женщин-предпринимателей под эгидой Юнида. Инициатива прозвучала на традиционном нежном завтраке, который состоялся в выходные в Кран-Плазу Уфа-Конгресс-Отель. Организатором события выступила компания «Арт-Статус» и ее основатель Лариса Назарова. В обсуждениях приняли участие супруга главы Башкортостана Корене Хабирова, посол доброй воли, Организация объединенных наций по промышленному развитию Юнида от России Вероника Пешкова и другие гости, среди которых известные бизнес-леди, видные общественные деятели и федеральные эксперты. Участницы встречи высоко оценили масштабный проект «Территория женского счастья» и внесли ряд инициатив, которые, по их мнению, позволят расширить его границы и стать точкой роста для большинства жительниц республики. Так, Вероника Пешкова предложила дополнить в проект программы развития цифровых навыков для женщин-предпринимателей под эгидой Юнида, которая особенно актуальна для жительниц отдаленных районов и матерей в декрете. Это будет онлайн-программа, переведенная на все языки стран-членов ООН. С ее помощью можно освоить методы интернет-маркетинга для продвижения своего бизнеса в соцсетях. Сегодня мы же с вами и живем в эпоху, когда цифровые технологии проникают в каждую сторону нашей жизни. И если мы сможем этим пользоваться максимально, то это даст возможности и преодолеть удаленность населенного пункта, и найти себе нового партнера, и приобрести клиентов в любой точке мира, потому что сегодняшние технологии это позволяют. Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая предложила реализовать проект торжественного выхода из декрета, и первым регионом, который примет его, станет Башкортостан. Коренная Хабирова поддержала инициативу. Мария Калмакова рассказала об уже реализуемом федеральном проекте «Стань богатой», цель которого – создание целостной системы образовательного, финансового и делового роста для женского предпринимательства, а также поддержка в стремлении реализовать свои бизнес-идеи и при этом сохранить баланс между работой, увлечениями и домом. Сегодня здесь мы обсудили различные проекты, которые тоже есть у наших женщин за пределами республики и даже за пределами нашей страны. И очень приятно, что они очень перекликаются с нашими проектами, которые есть у нас. И вот наша задача, наверное, сейчас – сделать так, чтобы им было интересно приходить к нам и делать эти проекты у нас, а нам было интересно развиваться и увеличивать объёмы и качество наших проектов, и чтобы можно большее количество женщин, и вообще не только женщин, а вообще и мужчин, и детей, смогли в них участвовать и получать от этого пользу. Мы сегодня раскрылись друг перед другом, мы поговорили на различные женские темы, и темы такого экономического характера, очень перспективного, и то, что может повлиять и как может повлиять наше мнение, женское мнение на регион. И я думаю, я надеюсь, что мы сможем внести вклад в регион, и клуб «Женское начало» только будет расширяться. Идеей проводить встречи в формате нежного завтрака принадлежит основательнице компании «Артстатус» Ларисе Назаровой. По её мнению, таким образом удастся популяризировать федеральные женские инициативы в Башкортостане и одновременно находить поддержку, привлекать внимание и инвестиции к женским проектам, уже реализуемым в республике. Мы «Артстатус» – компания, которая не только проектирует и занимается дизайном интерьеров. Ещё одна наша деятельность – это курирование проектов, создание и воплощение идей, доведение до конечного результата. И такой формат, который сегодня у нас становится традицией – это женский завтрак и новая формулировка «нежный завтрак». Все наши участницы, милые дамы, которые в жизни уже многого достигли, и в этом новом формате они рассказывают о том, чего бы они ещё хотели достичь, что у них есть сейчас. Сейчас это всё идёт и встраивается в тот посыл, который сейчас у нас в регионе, в республике Башкортостан есть. Женская роль в предпринимательстве будет повышаться. И однозначно мы рады всем, кто на этот наш посыл откликается. По словам организаторов, на очереди новые интересные встречи с участием известных и успешных женщин республики и страны, которым есть что рассказать.